друзья мои всем привет мне кажется я сегодня познал истину и просветление это что мы думали и представляли и говорили о соловьеве и о путине сегодня просто разбилась одним резким движением путин проявил чрезвычайную ловкость и навыки боевых искусств и это очень мощно но если вы до сих пор не уловили сарказм выдохните сегодня мы действительно поговорим про ловкость кошки и грацию картошки про то как путин начал теряться в датах но это далеко не все о чем мне хочется вам рассказать с вами новости с антоном хардиным и мы сегодня об интересном друзья мои последние две недели ютуб просто очень сильно режет просмотры на каналах подобных моим поэтому у меня к вам просьба сначала поставьте лайк и напишите комментарий и если вдруг вам ролик по каким-то причинам не понравится в конце видео вы лайк можете убрать в противном случае правду станет все сложнее и сложнее продвигать мне нужна ваша помощь ну и начнем мы пожалуй с минутки идиотизма которые часто преподносят под логотипом патриотизм в пензе родители учеников школы номер 78 попросили скинуться на портреты путина просьба к родителям поступила перед ежегодной конференцией работников образования пензы которая проходила на базе школы 78 как рассказали изданию 7 на 7 родители школьников помимо покупки портретов их просили также распечатать тексты гимнов россии и пензенской области чтобы повесить их класса да видимо рейтинги настолько слабы и бюджет настолько просел что просят учеников и учителей и родителей скинуться на портреты путина а что все на пропаганду совсем деньги закончились все наконец-то разворовали я когда прочитал эту новость и я выпал в осадок я даже не понял как на нее сначала отреагировать в некоторых школах просят скинуться на шторы в некоторых школах на какие-то школьные принадлежности но когда просят скинуться на портреты путина а причем здесь путин школы и скинуться родителям я просто не хочу дальше развивать эту тему напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу во вторых хочется обратить ваше внимание на то что путин уже сам не помнит что говорит а может не понимает а может не запоминает а может быть еще что-то но тем не менее наши взгляды упали на один интересный факт путин сделал очередное заявление по крыму которая никак не соответствует реальности спешу вам напомнить что у нас же по поводу крыма юбилей 7 лет и знаете что путин сказал когда мы последовательно и достаточно жестоко действовали в крыму то я исходил из того что возможны вот такие трагические события которые мы сегодня наблюдаем в донбассе и именно для того чтобы предотвратить подобное развитие событий мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизлияния жителей крыма и все бы ничего да только даты это не совпадают 15 апреля 14 года александр турчинов объявил о начале силовой фазы операции на востоке украины в апреле в донбассе начались первые вооруженные столкновения между отрядами ополченцев с одной стороны и подразделениями украинской армии и национальной гвардии с другой но присоединение крыма произошло на месяц раньше а путин говорит я исходил из того что возможно трагические события которые мы наблюдаем в донбассе март присоединение крыма апрель ситуация в донбассе и путин видимо уже заранее знал что будет в донбассе и предотвратил это по крыму если честно я даже не знаю как это можно обозначить и у меня есть несколько вариантов первый вариант путин это сказал просто потому что понимает что большинство жителей нашей страны просто не знают хронологию событий второй вариант не знает хронологию событий тот кто писал для путина текст ну и третий вариант да какая разница что говорить все равно бабульки с телевизора будут это слушать и верить и ну зачем что-то вообще сочинять и придумывать оппозиция но она оппозиция оппозиция заметит ошибку и что причем они кажется третий вариант он наиболее правдоподобный но опять же это мое мнение также я хочу вам напомнить что у нас скоро выборы но события которые происходят по последние годы они все ниже и ниже и ниже втаптывают рейтинг в асфальт но что же делать рейтинги же нужно поднимать и киселев недавно рассказал об одной политической технологии про которую я как раз рассказывал в прошлом ролике о том что ловкость силу накаченность президента начинают показывать по всем телеканалам пропагандистским телеканалам чтобы поднять и без того упавшие рейтинг киселев говорил про зеленского но я вам привел пример как можно это же самый текст использовать про ролики где путин по торс голый и ничего абсолютно не изменится но это ладно по россии 24 решили показать эксклюзивные кадры а супер ловкости путина но причем здесь киселев причем здесь ловкость я сейчас объясню вот смотрите суть мысли киселева в том что когда рейтинги уж совсем низкие когда президент совершает кучу ошибок когда народ недоволен президентом нужно по всем сми показать президента как такого сильного мощного физически мощного как человек но так как путина уже не покажешь полуголом виде где-то на рыбалке потому что то что мы увидим может нас расстроить но точнее даже не нас любителей путина то нужно хоть как-то показать какой он сильный мощный качалку уже показывали рыбалку уже показывали охоту показывали отдых показывали что нужно сейчас чтобы показать какой путин ловкий и вот давайте посмотрим репортаж по россии 24 все неожиданные и редкие кадры только в нашей программе все неожиданные и редкие кадры в нашей программе что же для нас приготовил этот удивительный пропагандист предлагаю не смотреть ролик там на самом деле вообще ничего интересного но сразу перенесемся на десятую плюс минуту когда путин входит зал заседания то дверь за ним сразу же закрывается единственная возможность увидеть все же мероприятие аккуратно отбежать зал с другой стороны интернет-издания любят создавать новости с кричащими заголовками путин бросил ручку а вот реальные кадры как он поймал улетевший было со стола карандаш списки вот это инфоповод вот это событие достойное того чтобы на бюджетном телеканале который финансирует за счет денег налогоплательщиков показывать как путин ловко ловит карандаш но хорошо раз уж они сделали на этом акцент давайте посмотрим эти же кадры но немного замедленном формате вот мы видим путин толкнул карандаш рукой карандаш уже почти остановился на краю стола и о чудо путин поймал остановившийся карандаш вот это вот это ловкость рук и никакого точнее никакой коррупции и соловьев ведь сделал на этом особенный акцент его реакция бесценна но карандаш поймал ловко так что надо отметить реакцию прекрасно видно что президент в отличной спортивной форме боевые искусства никуда не уходят вы пробовали повторить нет конечно же нет такое невозможно повторить ведь это не человеческие способности павел надо как можно больше заниматься спортом ну да мы видели как соловьев занимается спортом как он резкими движениями вырывает кадыки и уничтожает размазывает по татами судьбы но в этом ролике кроме очередной неадекватности и того момента что просмотры накручены я не увидел и да чтобы не быть голословным я хочу обратить ваше внимание на просмотры данного канала на момент съемок ролика мы видим вот какие просмотры на канале 6 с копейками миллионов подписчиков и вот сколько лайков и вот сколько дизлайков также просто на секундочку опустимся вниз и посмотрим какое количество комментариев оставили под данным роликом и сейчас перейдем на мой ролик которому вообще youtube не дал хода и посмотрим статистику вот вы видите просмотры вот количество лайков и вот количество комментариев просмотры конечно же накрутить не забыли а вот лайки и комментарии почему-то проигнорировали но кому какая разница они же своих зрителей держат за полных идиотов путин поймал карандаш вот это сенсация можно пускать в прямой эфир следующая новость будет о том что властью больше и больше лезет в кошельки россиян 17 марта налоговые органы россии получат расширенный доступ банковским счетам россиян данные о которых ранее попадали под закон о банковской тайне как пишет агентство prime банки теперь должны будут в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов копии доверенности на распоряжение денежными средствами копии договора на открытие счета и заявление на его закрытие а также копии карточек с образцами подписи и оттиска печати и каждый раз после выхода очередного тупого закона я говорю что свобода слова в россии все в россии свобода теперь в принципе все несмотря на то что россияне отдают в качестве налогов более 60 процентов они еще глубже хотят залезть в карман но у меня вопрос почему не шмонают чиновников почему те дома которые строят чиновники почему они не сопоставляют их доходы и расходы на эти дома почему они этим не занимаются почему они лезут в кошельки простых россиян причем здесь же не так давно минтруд предложил ограничить выплату детских пособий подозрительно бедным россиянам то есть если россиянин подозрительно бедный не просто бедные подозрительно бедный то и детские пособия вообще захотели обрезать на что оппозиционер зюганов предложил вести налог на подозрительно богатых и это как раз то о чем я вам говорю простых россиян загоняет петли а когда речь идет о подозрительно богатых о том когда мы с вами просто без какой-либо арифметики понимаем что дом который стоит 200 миллионов и чиновник который получает допустим там 200 400 тысяч рублей это не сопоставимые вещи но тем не менее а когда россиянин подозрительно богатый вместо 15 тысяч зарабатывает 25 то ну-ка нужно посмотреть а что это он подозрительно какой-то бедный показывает 15 зарабатывает 25 наверное детское пособие для него будет лишним в то же время российские рестораны и кафе заявили о поднятии цен обосновали это они тем что растут цены на продукты ах да недавно же предложили ввести уголовную ответственность о фейках о росте цен так что нет друзья мои цены не растут это моя больная фантазия и в то же время на неделе ксения собчак попробовала возможно впервые попробовала нет не то о чем вы подумали она попробовала на вкус бедный в своем тик токи ксения собчак обсмеяла зарплаты дальневосточника она сняла юмористическое видео где в кадре держит тарелку с крабовыми палочками привет всем я ксения собчак и сегодня я пробую бедность друзья мои особенно мужская часть аудитории я вас недавно убеждал в том что женщин ни в коем случае бить нельзя но если в данном случае у вас возникло желание отвешать ксюши шапалаха то я вас за это спонтанно возникшие желание осуждать не буду не в этом случае кстати бедность за последние годы застигла не только работников разных сфер она застигла еще и бизнесы хотите немножко путинской стабильности аудиторская консалтинговая сеть финэкспертиза заявила что совокупная прибыль крупных и средних российских предприятий в двадцатом году обвалилась на двадцать три с половиной процентов это максимальное падение с 2008 года а в 2008 году напоминаю был кризис 12 лет я не знаю по моему только для идиота уже не очевидно что страна катится увы не вверх ну и завершить я хочу выпуск очередной рокировочкой причем рокировочкой тоже очень странный непонятный но это не единственное что непонятно на данный момент в россии так что ну непонятно и непонятно путин назначил медведева своим заместителем в совете по науке и образованию раньше у нас было денег нет но вы держитесь а сейчас науки нет но вы держитесь очень странно получается люди которые не имеют отношения к той или иной сфере назначаются на такие высокие должности это тоже самое получается как не служил не мужик не служил шойгу медведев заместитель по науке и образованию чего и друзья мои покажите эту информацию всем своим друзьям и знакомым делитесь роликом во всех социальных сетях верхушка конечно же не хочет чтобы данная информация распространялась поэтому всячески пытаются ее загасить не забывайте подписаться на канал ставить лайки писать что вы думаете по этому поводу в комментариях друзьям и чем больше активность тем больше россиян увидят данную информацию помогайте бороться за правду с вами были новости с антоном хардиным и я не прощаюсь